ПОСЛАБЛЕНИЕ НА ФОНЕ УСИЛЕНИЯ Зарема, какие действительно такие обстоятельства непреодолимой силы, о которых уже так в последнее время активно говорят, могут позволить оправдать по сути коррупционера? Да, Александр, вот как раз на протяжении недели, как зарегистрировал Министерство юстиции этот законопроект, это вызвало бурное обсуждение в соцсетях, в средствах массовой информации. И вот дабы не допустить близорукового понимания, близорукового чтения вот этой законодательной поправки, которая готовится к рассмотрению, к обсуждению и так далее, я думаю, хорошо, что мы сегодня собрались, потому что я хочу сразу сказать, что это ни в коем случае не означает послабление уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. Речь идет абсолютно о других факторах. И как объясняет Министерство юстиции, что в первую очередь это направлено на облегчение деятельности тех государственных муниципальных служащих, которые работают в моногородах, в закрытых административно-территориальных устройствах, в районах Крайнего Севера. Например, для крымчан какой это будет плюс? Потому что наши государственные муниципальные служащие, которые имеют счета на территории Украины, поскольку у нас совершился переход из Украины в Россию и у нас всех остались счета, зарплатные счета в банках Украины, и мы обязаны ежегодно показывать их наличие, состояние предоставлять сведения об этих счетах. Но мы не имеем объективной возможности это сделать в силу определенных политических, в том числе, причин. Тем не менее, каждый год все государственные гражданские служащие принимают меры, чтобы получить информацию об этих счетах и обращаются с соответствующими заявлениями в комиссию по регулированию конфликта интересов по месту службы. И если госслужащий или муниципальный служащий этого не сделает, то к нему обязательно должны быть применены меры дисциплинарного характера, которые в данном случае считаются ответственностью за совершение коррупционного правонарушения. В данном случае обстоятельства непреодолимой силы, абсолютно объективные причины. Но это вроде как и невзятка, да? А вот если говорить о крымском опыте, да, вы доступно вполне объяснили о ситуации с украинскими банками. Применялись вот такие меры жесткие, антикоррупционные, по сути, по отношению к госслужащим крымским? За непредоставление информации, объективной информации о наличии своих счетов, применялись меры ответственности, которые были в виде выговора, строгого выговора. Но это было на старте перехода, тогда, когда еще в Крыму не был адаптирован механизм для себя ответственности за совершение этих коррупционных правонарушений. Ведь у нас, например, бывают такие случаи, когда лицо, обязанное предоставить сведение о доходах, не может их предоставить, потому что вследствие, например, тяжелого длительного заболевания. Ну, например, какой-то депутат болеет долго, тяжело, и не может в установленный законодательством срок предоставить сведение своих доходов. Это обстоятельство непреодолимой силы, это уважительная причина. Из-за этого он не может быть лишен депутатских полномочий. Я понимаю, что, вот вы сказали, Александр, взятка, дача взятки. Взятка и дача взятки – это уголовно наказуемые деяния. И как раз-таки законопроект их исключает, и ни в коем случае не идет речь о смягчении ответственности. Ну, тогда, в моем понимании, Минюст, который, да, по сути, инициировал эти изменения, он должен был, наверное, в какой-то мере объяснить, о чем идет речь, хотя никаких объяснений, насколько я знаю, не было. И, конечно, у человека логика какая, да? Коррупция – значит взятки. Значит, да, под улом пистолета человек взял взятку – все, вроде как можно. Правильно, Александр, вы понимаете, потому что законодательное определение коррупции предусмотрено законом противодействия коррупции. В первую очередь это слово звучит – дача взятки, получение взятки. Такое обывательское понимание о том, что такое коррупция. Тем не менее, вот этот закон – это послабление, да, можно сказать, в каком-то плане. Это не послабление. Я хочу сказать, что, наконец-то, это все-таки, я думаю, что объективная возможность рассмотреть в каждом индивидуальном случае факт неисполнения требований антикоррупционного законодательства, который очень жестко. Невозможность его исполнения, я же говорю, то есть в этом случае существует какого-то рода послабление. Объективные причины принимаются внимание. Хорошо, пустак, да, вот Роман, вот за последние несколько лет антикоррупционное законодательство существенно планомерно ужесточали, да, по сути, брали в тиски коррупцию как явление, но, как следствие, вот выявили большое количество взяточников, коррупционных деяний, в том числе и на достаточно высоком уровне, мы об этом еще поговорим. Но зачем вот, по сути, делать какой-то откат назад в виде этих обстоятельств непреодолимой силы? Вы знаете, я всегда призывал и призываю к хладнокровию в правоприменительной практике. К сожалению, вот эта инициатива Минюста, на мой взгляд, вы сказали, почему они сразу не разъяснили? Да они не успели. Некоторые средства массовой информации, к сожалению, подхватили вот это информационное поле, увидев его на официальном сайте Минюста. И, ну, видимо, в силу не совсем глубоких познаний в области юриспруденции, в области противодействия коррупции, посчитали, что это некие послабления. Роман, ну, собственно, и мы приглашали специалистов по этой теме еще на прошлой неделе, но почему-то они не пришли, а только на этой неделе пришли разъяснять. Я же помню, я вам сказал про хладнокровие, а как можно вообще разъяснять то, что еще самим инициатором законопроекта или нормативного права акта еще не разъяснено? Тогда инициатор не должен тут же разглагольствовать о том, что вот мы планируем. Вы уж если говорите об этом, то будьте добры разъяснить людям сразу. Я не расцениваю это как разглагольствование, они просто спокойно делали свою работу. Я лично дожидался каких-то их объяснений, их дождался. И для меня, допустим, все понятно. На мой взгляд, речь идет о более четком, скажем, разъяснении действий комиссии по регулированию конфликта интересов, которые созданы при каждом государственном органе исполнительной власти, муниципальном органе власти. И эти комиссии не рассматривают те деяния, которые относятся, как сказала Зарема, к уголовно наказуемым преступлениям. А речь идет о тех запретах, ограничениях, которые присутствуют, вернее, установлены для каждого государственного муниципального служащего. И действительно есть нюансы, когда государственный служащий может в силу каких-то обстоятельств не знать, что он предоставляет своему руководству информацию о, скажем, справке о доходах, не совсем достоверную. Но, насколько я знаю, у юристов, поправьте меня, Елена, если не ошибаюсь, незнание закона не освобождает от ответственности. Не знаю, незаконно. Я бы такой яркий пример привел. Государственный служащий обязан отчитываться о доходах не только своих, но и своей семьи. Допустим, всего каких-то обстоятельств он получил информацию не совсем достоверную от своей супруги о ее доходах. Ну что теперь? За это необходимо его выгнать с работы? Конечно, многие скажут, вот, этим будет пользоваться. В этом случае нужно доказывать умысел. Был он или нет. Совершенно верно. Вот именно для этого, на мой взгляд, Минюст и дает разъяснения, которыми будут пользоваться комиссии по регулированию конфликта интересов и в каждом конкретном случае непоголовно принимать решение о том, есть ли в данной ситуации эти объективные обстоятельства. Действительно ли был, как вы говорите, умысел в действиях государственного служащего? Или его вот эта недостоверная информация? Ну, а почему бы и нет? Все тоже нужно. Всякое бывает. Елена, ну вот вы, как кандидат юридических наук, да, как можете оценить состояние законодательства и, в принципе, правоприменительные практики именно в этой сфере? Позвольте, я сначала скажу, все-таки, наверное, как член некоторых комиссий по регулированию конфликта интересов и действительно стану где-то на защиту муниципальных служащих, служащих государственных органов, правоохранительных органов. Действительно бывают ситуации, я общественник, я ни в коем случае не являюсь государственным служащим, ситуации, когда не может человек раскрыть требуемую информацию по причинам, независимым, независимым. Ну, вот Зарема привела вначале, пример вполне доступный, да? Безусловно, проводится проверка, истребуется объяснение и принимается объективное решение. Во всех комиссиях, это одно из направлений из мер противодействия коррупции, присутствуют общественники, то есть люди, которые не заинтересованы, держат этот баланс между институтами гражданского общества, правоохранительными органами, либо органами государственной власти. Что касается изменений законодательства, они действительно происходят постоянно, довольно жесткие, и конкретные изменения законодательства, регулирующие основу противодействия коррупции. Хочется сказать, что мы с этого начали, определение в самом федеральном законе понятия коррупция, оно очень сжатое, оно очень сухое, оно действительно перечисляет некоторые составы преступлений. Поэтому для граждан складывается впечатление, что коррупция это и есть взятка злоупотребления, либо превышение, а это гораздо более широкий институт, негативный институт, который существует абсолютно во всем мире, к сожалению. Поэтому термин борьба с коррупцией, криминология не употребляет, этимология побороть это значит уничтожить. Ну не можем мы сегодня в мире уничтожить коррупцию, но мы действительно можем минимизировать ее проявление. Поэтому мы, собственно, и занимаемся вот с Общественным Советом Комитета по противодействию коррупции тем, что пытаемся проводить воспитательную, образовательную функцию, пропагандистическую функцию, функцию пропаганды, и пояснять, что такое коррупция. Это не только коррупционные преступления. Не столько. Так все-таки насчет законодательства-то вопрос. Оно в части коррупции у нас в России жесткое? Жесткое. Или наоборот недостаточно? Ужесточать еще нужно или нет? Возможно, совершенство, детализировать, например, понятие противодействия коррупции. Там отсутствует момент назначения наказания и судебного рассмотрения уголовных дел и иных дел в контексте коррупционных правонарушений. То есть есть моменты, где необходимо совершенствовать законодательство. Даже понятие коррупции, о чем я сказала. Применение на практике ареста Рашукова, одно из последних нашумевших, весьма нашумевших. Здесь стоит, наверное, весьма аккуратно выражаться, учитывая, что все-таки еще продолжается следствие. Но, тем не менее, уже инкриминируют, насколько я знаю, махинации с газом и заказные убийства, и вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас он потребовал переводчика, русского переводчика, хотя это на самом деле смешно, учитывая, что член Совета Федерации. Желание избежать уголовной ответственности, способы защиты, мы это все прекрасно понимаем. Но вот его арест прямо на заседании Совета Федерации. Иллюстрация того, что неприкасаемых нет. По сути, это действительно так. Но как все-таки он тогда прошел все эти антикоррупционные фильтры, которые должны быть на пути в Совет Федерации? И не только в него. Я думаю, вы знаете, что сейчас это такой резонансной волной. Вот пойдет по нисходящей, проверять его как раз-таки биографию господина Арашукова с момента получения. Сейчас идут много разговоров о том, что он не имеет даже законченного среднего образования, статус, когда он был депутатом в 17 или 18 лет, и последующую вот эту карьерную лестницу, как он был министром соцтруда и соцзащиты и так далее. Я думаю, что компетентные органы, в частности, Следственный комитет, они закрутят этот маховик, и сейчас будут разбираться с этим. Печально, что мы возвращаемся как раз-таки к его биографии, к началу биографии после того, как произошло такое громкое задержание и связанное не просто с коррупционными какими-то преступлениями, а мы, насколько понимаем, обвиняют его в совершении убийств, то есть это особо тяжкие преступления против личности, это печально. Но как положительный момент, Александр, хочу сказать, что как раз-таки вы правильно сказали, что это политика государства, которая говорит о том, что неприкасаемых людей у нас нет. Ну и зачем нам далеко ходить в Москву, мы знаем прекрасно последние уголовные дела, которые возбуждаются в отношении чиновников высокого ранга, в том числе и в Крыму, и последующие осуждения, мы все это прекрасно знаем. И хочу сказать, что глава республики, он всегда подчеркивает о том, что приоритетное направление государственной политики у нас в Крыму, это в том числе борьба с коррупцией, противодействие коррупции, антикоррупционная политика. И в этом плане глава республики всегда говорит о том, что первое и приоритетное направление это бороться и наказывать взяточников, коррупционеров и тех, кто путает свой карман с государственным карманом. И вот этот пример, который привели вы, возможно, это не надлежащая работа вот в отношении Рашукова, там, фильтрующих органов, как вы сказали, биографии и так далее, но я думаю, что следствие даст каждому оценку, это повлечет свои плачевные последствия для лиц, которые это допустили, в том числе. Еще один пример, да, ну, чуть более давний, но дело у Люкаева, да, который требовал взятку, там, порядка двух миллионов, не рублей, да, в принципе, логично, учитывая должность, но дальше было много, огромное количество губернаторов и людей достаточно высокого ранга. Но вопрос, как общественник, Роман, вот, а может, стоит не бороться с коррупционерами, да, потому что это смешно звучит, раз мы их пропустили во власть, а просто не давать им возможности сесть в это высокопоставленное кресло, в кресло чиновников, ну, на разных уровнях? Очень правильная, даже, можно сказать, свежая мысль. Мы нашим общественным советом совместно с Крымским федеральным университетом решили пойти еще дальше. Надо, на наш взгляд, очень эффективно, правильно и перспективно молодежь настраивать на правильный, скажем, нужный лад, да, и воспитывать у них вот это антикоррупционное правосознание. Мы этим уже достаточно долго и плотно занимаемся. Здесь, мне кажется, со временем, ну, что называется, вода камень точит, да, мы все-таки своими маленькими, но твердыми шагами, да, сделаем усилия, и наше общество поменяется к лучшему. Зачем? Тюрьма никого лучше не делает, да. Лучше все-таки довести тем, кто планирует быть государственным служащим, что не надо заниматься коррупционными деяниями, лучше спокойно жить со своей семьей, заниматься своей любимой работой и не доводить себя до заключения под стражу. Вот, собственно говоря, мы вот этой работой занимаемся, просветительской, пропагандистской. У нас есть проект совместного общественного совета Крымского федерального университета. Причем мы под этот проект привлекли студентов, потому что, по нашему мнению, молодежь, а мы упор делаем, в общем-то, на старшеклассников, да, с ними, что называется, на одном языке лучше поговорят, по сути, их сверстники, студенты. Но эти студенты отличаются от школьников тем, что они уже с точки зрения права более подготовлены. Вот с Еленой Викторовной мы привлекли, в частности, студентов юридического факультета. Последние курсы, они уже знают, что такое право. Давайте мы вот у Елены спросим, да, все-таки со студентами общаетесь, знаете там тенденции нынешней молодежи, их желания. Многие студенты хотят добиться высот в политике, в госуправлении. Многие. Да, амбиции у студентов есть, и очень высокие, и это неплохо, это хорошо. Но я хочу тут же сказать, вот с позиции обывателя, да, насколько я понимаю, мое личное мнение, вот взгляды нашей молодежи, да, в принципе, поколения на депутатское кресло, на какое-то там место высокого ранга в каком-нибудь госоргане, что это возможность быть ближе к кормушке. Я не прав? Разные студенты. Разные студенты. Разные студенты, разные школьники, как мы успели убедиться. Разные взрослые, разные учителя, и разные жизненные ситуации, и вот этот социальный опыт, который есть у наших ребят. Да нет, наши студенты ставят абсолютно реальные задачи, они хотят быть профессионалами, они хотят зарабатывать честно. И Роман говорил о том, что мы пытаемся ребятам донести, что не надо совершать государственными служащими коррупционных преступлений, но мы пытаемся ребятам вообще рассказать, что коррупция и преступления, это не только про государственных служащих. Любое физическое лицо, к сожалению, может стать субъектом коррупционного правонарушения и коррупционных преступлений, конечно, коммерческие. Я хочу отметить, что на сегодня законопослушный предприниматель или грамотный, уважающий законы правила дорожного движения водитель, ему даже не придется давать взятку, и вряд ли с него кто-то будет это требовать. Но это мы сейчас говорим об уровне, наверное, невысоком, то есть обычный слой населения. Если мы поднимемся чуть выше к высокопоставленным чиновникам, там коррупция, как раз-таки она в больших масштабах, наверное, ей стоит уделять большее внимание, если у нас уже здесь картина, в принципе, неплохая вырисовывается. Не получится. Снизу вверх или сверху вниз? Одновременно. Одновременно. Это должны быть силы центробежной, одновременно мы не можем говорить о том, что давайте будем устранять коррупцию верхушечную и оставлять коррупцию низовую, и не обращать на нее внимания. Нет, есть психология человека, есть мышление человека. Я очень хочу, очень надеюсь, что в этом году в наш проект вступят ребята с факультета психологии и поработают вот в этих моментах, моментах изменения мышления. Я вам вот еще один, в загоночку, коротенький вопрос задам насчет студентов. Да, конечно. Молодежь, безусловно, хочет участвовать в общественно-политической жизни, там занимать какие-то посты и прочее, но как им избежать возможности, а зачастую необходимости взять какую-то, назовем это благодарностью в кавычках, да, когда там зарплату у некоторых госслужащих, все мы знаем, там может быть 12, там условно 15 тысяч, ну далеко не большая, да, в то время как у штукатура там в разы больше. Ну, есть еще понятие престижности труда, есть понятие профессиональной компетенции, если человек в 17 лет все-таки решил идти по определенной стезе, у него всегда есть выбор, он всегда может уйти в другую профессию, в другую специальность, уйти заниматься коммерческой деятельностью с государственной службой и зарабатывать, в общем, честным путем. Впрочем, и коммерческая деятельность, наверное, не безопасит от коррупции, да, возможности стратегии на звену. Мы сами себя в первую очередь должны обезопасить деловая коррупция. Знаете, мы тогда со студентами общались, вот в прошлом году мы объездили школы, у нас такой хороший получился диалог в политехническом колледже, да, я, допустим, всем приводил пример, прямо поднимал ребятам, скажите, кто из вас пользуется таким, такой замечательной вещью, как порталом государственных услуг? Ведь этот портал создан не только для удобства, этот портал создан как противовес потенциальным коррупционерам. К сожалению, большинство коррупционных правонарушений происходит не только из-за того, что государственный служащий плохой, да, его к этому подталкивают незнание граждан своих прав и своих обязанностей. И возможностей. И своих возможностей. А ведь с помощью портала... Как людей будем винить сейчас? Как это? Человек, если не знает, то... Я не говорю сейчас о том, чтобы кого-то обвинять, тем более простых людей. Я говорю, чем чаще простой гражданин будет пользоваться подобными электронными ресурсами, тем меньше возможностей у потенциальных коррупционеров совершать эти преступления. Минимизируются риски. Они в значительной степени минимизируются. Так, к сожалению, когда мы опрашивали ребят, ну, процентов 80 из школьников абсолютно не знали, что такое портал госуслуг. И когда мы им рассказывали, какими функциями он наделен, какие они могут получить услуги, и при этом не надо даже думать о том, чтобы кого-то за что-то отблагодарить, и им эта государственная услуга будет оказана, они были очень, ну, что называется, приятно удивлены. И я надеюсь, что вот то, ну, большое или небольшое количество школьников, которым эту информацию довели, они будут пользоваться. И это только один из порталов, да, который реально работает. Один из инструментов, по сути, да. Зарем, ну, если говорить непосредственно о практике, да, вот я почитал немного там о коррупции, связанных с этим моментом у нас в Крыму. Допустим, два члена крымского правительства были уволены, один пользовался служебным лексусом для личных нужд, бюджету был нанесен урон на 300 тысяч рублей. Если говорить, в принципе, о крымской картине, да, у нас по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, насколько коррупция разрослась или же наоборот удается издерживать? Я хочу сказать, вы знаете, что Крым, он уже может похвастаться своим определенным опытом в плане противодействия коррупции. И так без ложной скромности скажу, что в том числе это заслуга и комитета по противодействию коррупции, да, представителем которого я являюсь. Вот те примеры, Александр, которые вы привели, это как раз-таки непосредственно были мы по материалам антикоррупционных проверок, проведенным комитетом по противодействию коррупции. За 2017-2018 год комитетом проведено более 270 контрольных мероприятий, привлечено по материалам комитета свыше 120 человек, 40 человек уволены и возбуждено свыше 20 уголовных дел непосредственно по материалам комитета по противодействию коррупции. То есть настолько нам предоставлены, нашим законодательствам, непосредственно главой республики Крым, полномочия, что нас не бьют по рукам. Поэтому Крым приводит в пример, потому что нам есть чем похвастаться. В этом случае вы бьете по рукам взяточников, но если говорить непосредственно о вашем комитете, не дублирует ли он функции где-то Следственного комитета или прокуратуры, не пересекаетесь? Ни в коем случае. У нас полное взаимодействие межведомственное происходит. Это предусмотрено, кстати, законодательством противодействия коррупции. Безусловное межведомственное взаимодействие и с органами прокуратуры, и с правоохранительными органами, и с органами внутренних дел, с Федеральной службой безопасности. Обмениваемся информацией, которую получаем мы и которой у нас нет законодательных полномочий проверить. В обязательном порядке такая информация о каких-то коррупционных преступлениях в данном случае направляется в соответствующие органы. И отслеживаем вплоть до возбуждения уголовного дела и до результатов судебного рассмотрения. У нас безусловное понимание со всеми службами, постоянные координационные совещания. То есть в рабочем режиме мы взаимодействуем. И вот в этом плане, опять-таки повторюсь, у нас положительный опыт. Потому что иногда нам звонят с других субъектов Российской Федерации, говорят, а как это у вас получается, как вам дают на это разрешение. Опять-таки повторюсь, глава республики нам дает на это разрешение. Потому что говорит о том, что противодействие коррупции – это в первую очередь приоритетная задача Крыма. Благодарю за внимание. Ну а я, наверное, продолжу рубрику «Необычные истории коррупционеров». И там вот депутаты Ульяновской области возмещали траты на сладости и сигареты за счет городского бюджета. Это к тому же «Лексусу». А в мэрии Петербурга вообще за бюджетный счет приобрели пакет кабельного телевидения с двумя сотнями обычными и пятью, внимание, эротическими каналами. Я не знаю для чего, может, для релаксации. Но здесь, наверное, важно в обнажении этой коррупционной составляющей, в том числе и участие общества. Если, Роман, говорить об общественном совете, представителей обычных людей при комитете, вот в этом случае вы имеете только возможность подсказывать или у вас есть какие-то дополнительные полномочия для того, чтобы улучшить эту работу и комитета в этом отношении и, в принципе, в большей степени противодействовать коррупции? Ну, кстати, вы сейчас привели пример, а знаете, откуда вы их взяли? Вот эта информация, по сути, с портала госзакупок. Это еще один электронный ресурс, который в противовес коррупционерам был создан государством для того, чтобы можно было, так сказать, прозрачно смотреть за закупками. Именно оттуда эта информация. То есть любой человек может зайти и увидеть, на что тратят деньги? Это ресурс абсолютно доступен. Он абсолютно доступен, конечно. И там уже можно подключить и федеральную антимонопольную службу, и правоохранительные органы. Просто мало кто знает об этой возможности. А что касается общественного совета, то мы, собственно говоря, он и создан, не только, на мой взгляд, а в первую очередь с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной исполнительной власти в лице комитета. Но мы не только, что называется, наблюдаем за их работой и рассматриваем документы, допустим, по закупкам очень тщательно. Мы вместе с ними организовываем работу по взаимодействию с институтами гражданского общества. Мы вместе с ними, с их поддержкой, организуем работу по пропаганде и просвещению антикоррупционного поведения. Ну, выезды наши, расскажите. Реально комитет всегда выделяет нам работников. Это не хвалебная речь, а просто то, что действительно на практике. Мы сейчас пытаемся привлечь к этой работе общественные советы при всех органах муниципальной государственной власти. У нас поддержали, это наша такая совместная инициатива. И глава республики указ издал, да, или распоряжение, вернее, выдал по проведению выездных мероприятий во всех муниципальных образованиях. И туда выезжают не только члены, вернее, работники комитета, а члены общественного совета, совместно проводя там уже прием граждан, изучая уровень соблюдения их прав и свобод, изучая ситуацию о каких-то нарушениях, совместно с общественными советами муниципальных органов, государственных органов эксплуатации. Роман, мы будем надеяться на вашу совместную работу и на ее результаты в первую очередь. Господа, ну очевидно, что несколько последних громких арестов, они еще больше повысили уязвимость коррупционеров даже в ключевых институтах политической власти, причем без учета побочного ущерба для репутации абсолютно любых государственных структур. И, наверное, так и должно быть. Господа, я благодарю вас за беседу, зрителей, за внимание. Увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо.